Всем привет! Это новости телепроекта Дом-2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. В конкурсе «Свадьба на миллион» появились странные сбои во время голосования. Результаты голосования постоянно заметно отличаются друг от друга. Вчера днем из голосования были убраны сразу две пары – Валера Блюменкранс и Тата Абрамсон, Елизавета Полугалова и Ваня Барзиков. При этом многих удивил тот факт, что занимавшие до этого вторую позицию Гозиас и Костя резко упали, и только 10% зрителей отдали им свои голоса вместо прежних 30%. Позже из приложения ТНТ вообще пропал конкурс «Свадьба на миллион» и не был доступен в течение нескольких часов. Уже ночью все вернулось обратно, и вновь результаты заметно изменились. На данный момент лидируют Женя Кузин и Саша Артемова. На втором месте – Гозиас и Костя. На третьем – Андрей Чуев и Марина Африкантова. И на последнем месте голосования – Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель. Что же происходит с голосованием на самом деле, и почему результаты так часто меняются? Как вы думаете? Вчера на женском голосовании проект покинула Алена Творогова. Дмитрий Лукин продолжает завоевывать Марию Кахно и пытается разогнать ее за периметровых поклонников, но сам в то же время параллельно целуется с новенькой Викой. Правда, новенькая Вика утверждает, что с Димой она целовалась только для того, чтобы помочь ему вернуть Машу, а как мужчина он ее не интересует. С сети появилась информация, почему Глеб Жемчугов на самом деле покинул проект. Как удалось выяснить Лайфу, причиной исключения участника стали наркотические средства. По словам источника из близкого окружения организаторов шоу, главный продюсер Алексей Михайловский уличил жемчуговое употребление на проекте наркотических веществ. Как сообщает источник, редакторы Дома-2 неоднократно предупреждали Глеба о запрете употребления наркотиков. Когда клубничку заподозрили в запрещенных действиях уже в третий раз, мужчину вынудили сдать анализы, результаты которых показали наличие наркотиков в моче. Якобы именно за это Глеба и выгнали с проекта. Ну а сам парень все отрицает. Сегодня он написал пост. «Это ложь и провокация. Я не сдавал никакие анализы и уж тем более ничего не принимал. За периметр меня не выставляли. С руководством проекта у меня прекрасные отношения. Мы поздравляем друг друга с праздниками и никаких конфликтов между нами нет». Друзья, а вы верите в эту информацию по поводу Глеба? Сегодня на проект к Лизе Полыгаловой пришли двое новых парней. Но девушка ответила честно, что ей они не понравились и их отправили за ворота. А вот от Сергея Полыгалова пока не отказывается. Но дело в том, что Захарьяш уже провел ночь любви с новенькой Лилей. Новенькая Лили успешно держит обольстительную оборону и готова на все ради того, чтобы Сережа остался с ней на поляне. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.